Здравствуйте, уважаемые зрители! Проект Союз Онлайн продолжает свою работу в прямом эфире в студии Дмитрия Шакурова. Сейчас мы ждем прямого включения из Москвы. В эти минуты в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя идет пленарное заседание пятого форума «Женский подвиг в истории России» 1918-2018 годы, посвященное столетию Союза православных женщин. Работу форума освещает съемочная группа телеканала «Союз». Сейчас мы надеемся получить все подробности у нашего московского корреспондента Эльвиры Гордеевой. Эльвира, здравствуйте, вам слово. Дмитрий, здравствуйте. Действительно, сейчас мы находимся на знаменательном событии. В главном храме страны проходит юбилейный пятый форум Международной общественной организации «Союз православных женщин», который в этом году отмечает 100 лет. Для участия в этом форуме из 26 регионов страны приехали более 1300 делегатов. И, конечно же, заседание форума открывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А сейчас я хотела бы вам процитировать слова Святейшего Патриарха Кирилла на открытии первого форума православных женщин, который прошел 3 декабря 2009 года. Вот что сказал Святейший. Евангелие говорит о том, что первыми о воскресении Спасителя узнали женщины. Господь именно женщин избрал, чтобы они первыми услышали и передали другим самую важную весть в человеческой истории. Глубоко убежден, что сегодня православная христианка должна занимать активную общественную позицию, выступая хранительницей христианских нравственных ценностей в семье и обществе. А сейчас я предлагаю нашим уважаемым телезрителям посмотреть выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии пятого юбилейного форума Международной общественной организации Союза православных женщин. Дорогие сестры, участницы форума, уважаемые гости, я хотел бы сердечно всех вас приветствовать, собравшихся на пятый уже форум православных женщин, посвященный столетию создания этой организации. Документальный фильм, часть которого будет представлена, напоминает нам о трагических событиях, связанных с революцией 1917 года. Произошло крушение Российской империи, было совершено жестокое убийство членов царской семьи, и слуги также их были верны и умершлены. Великая княгиня Елизавета Федоровна, вместе с ней и другие члены царской семьи, погибшие в Алапаевске. Началось преследование Русской Православной Церкви, разрушение традиционных нравственных ценностей, в том числе и семейных. И в это тяжелое для страны время, по благословению святейшего патриарха Тихона, 24 июня 1918 года создается Союз Православных Женщин, представительницы которого внесли немалый вклад в сохранение и последующее возрождение церковной жизни. В определении Священного Синода Православной Российской Церкви от 7 сентября 1918 года сказано, что ныне, цитирую, требуется напряжение всех сил Церкви для отражения силы вражей. Если мы наблюдаем, что ословевает вера и гаснут в священной огне одушевление в суровом сердце мужчин, если мы видим, как равнодушие к евангельской истине охватывает многих из них, то этого, хотя с некоторыми ограничениями, нельзя сказать о женской половине верующих членов Церкви Христовой. Женщины еще сохранили живую восприимчивость к вере Христовой. Они еще полны горячей преданности Церкви. Конец цитаты. Евангелие говорит о том, что первой о воскресении Спасителя узнала равноапостольная Мария Магдалина. Социальный статус женщин был тогда весьма низким, и к ее свидетельству не было приковано серьезного внимания. Даже апостолы, когда жены мироносицы возвестили им, что Христос воскрес, не сразу поверили. Но именно женщины, к которым тогда относились свысока, удостоились стать первыми свидетельницами воскресения Спасителя. И это свидетельство было положено в основу евангельской проповеди. Церковь всегда высоко оценила женское служение. И первой в ряду женщин-христиан является сама Пресвятая Богородица, жизнь которой была целиком посвящена Богу. Из Нового Завета известны имена женщин, сопутствующих Спасителю и Его ученикам, проповедавших Евангелие и даже положивших жизнь за веру Христову и пополнивших сон мучеников. В истории нашего Отечества женщины тоже сыграли важную роль. Равнопостальная княгиня Ольга воспитала великого крестителя Руси. Преподобная Ефросинья Полоцкая стояла у истоков женского монашества в нашей Церкви. В послереволюционный период, когда началось массовое разрушение храмов и монастырей, когда начались убийства верующих и заключения их в тюрьмы и ссылки, когда глумление над святынями буквально покрыло всю нашу землю, православные женщины самоотверженно противостояли этому атеистическому натиску и террору власти. Сегодня в списке общецерковно почитаемых новомучеников и исповедников российских значатся 1294 имени, и из них 141 женщина, среди которых десятки мучениц и исповедниц, инокинь и послушниц, а также игумени и схемонахини. Женщины наравне с мужчинами прошли испытания Первой и Второй мировых войн. Они выносили раненых с поля боя, оказывая им медицинскую помощь и психологическую поддержку, трудились в тылу, принимали участие в восстановлении народного хозяйства в послевоенное время. И в этом служении их поддерживала любовь к ближнему, без которой невозможна подлинная христианская вера. Одновременно женщины оказались под ударом, который был нанесен по семейной нравственности. Популяризация абортов, начавшаяся с 1920 года, стала насилием над женской природой. Она стоила счастья многим матерям, которых государственная машина подталкивала к совершению детоубийства. Это рана, неуврачеванная до сих пор. Нередко приходится слышать, что роль благочестивой женщины должна сводиться только к домашним делам. Но вспомним православных, прославленных Церковью Святых Жен. Это женщины мудрые и сильные, женщины, воплотившие в своей жизни христианские идеалы любви и милосердия. Полагаю, что сегодня православная женщина способна занимать активную общественную позицию, выступая вместе с тем хранительницей неприходящих нравственных ценностей в семье и в обществе. И в то же время роль жены и матери не должна ставиться под сомнение. Ничто не может приноситься в жертву ценностям семьи и материнства, от которых действительно зависит само существование человеческой цивилизации. Хотел бы пожелать Союзу православных женщин продолжать важную работу по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Матери и бабушки советской эпохи, которые зачастую в тайне от своих мужей, от братьев и отцов, крестили детей и внуков, воспитывали их в духе христианской любви, внесли весомый вклад в сохранение преемства православной веры. А если проще сказать, вот без этих бабушек у нас бы прервалась церковная жизнь в Советском Союзе. Почти все мои, по крайней мере, современники в то самое время крестились бабушками, потому что родители боялись ходить в храм. Эти бабушки наставляли детей в основах веры, помогали им формировать такую силу духа, которая многих подвигла на то, чтобы противостоять атеистической пропаганде и сохранить веру. Низкий поклон нашим женщинам-христианкам, которые действительно сохранили преемство поколений в хранении веры православной в нашей стране. Наше собрание объединило как участниц женского православного движения в России, так и многих сестер из стран ближнего зарубежья. Надеюсь, что форум станет авторитетной трибуной для обсуждения широкого круга актуальных проблем в контексте все более усложняющейся обстановки в мире, да что там говорить о мире, в каждом отдельно взятом обществе. Отрадно, что женщины выступают против попыток духовного разделения братских народов и исторической Руси, продолжают оказывать помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на Украине. В век агрессивного индивидуализма и стяжательства особенно актуален призыв преподобного Сергия Радонежского спасаться любовью и единением. Которое невозможно без любви, милосердия, терпения, прощения и сострадания. Сегодня как никогда важна консолидация усилий по защите мировоззренческого выбора народов исторической Руси, их право жить по вере и по совести. Этому могла бы послужить инициатива СОЗОВа межрелигиозного форума женщин традиционных вероисповеданий с соответствующей повесткой дня. Именно веры, подкрепленной милосердием, дружелюбием и смиренно мудрием, как учит нас апостол Пёдор, красоты кроткого и молчаливого духа, ожидают от вас Церковь и общество, ваши мужья, сыновья, братья и отцы. Призываю на труды всех вас Божие благословение. Представители общественных организаций, различных женских структур. В течение двух дней, сегодня и завтра, пройдут работы секции. Например, одна секция уже прошла в субботу, прошла в поселке Деденёво Дмитровского района Московской области. А завтра пройдет работа секции в Малоярославце, в Калужской области и в Московской области, в Балашихе. Дмитрий? Да, спасибо, Эльвира. Это был наш московский корреспондент Эльвира Гордеева. Прямое включение из зала церковных соборов Храма Христа Спасителя. Только что мы видели, там идет пленарное заседание пятого форума «Женский подвиг в истории России» 1918-2018 годы, посвященное столетию Союза Православных Женщин. Дорогие телезрители, спасибо за внимание. Сегодня еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok